Это 10-я юбилейная встреча любителей погонять на снегоходах. География участников обширна. Здесь экстремалы из Ярославской и Владимирской областей, Мурманска, Череповца, Вологды, Подмосковья, Москвы и других городов. Сегодня у нас зарегистрировано более 60 участников. Это большая цифра, потому что в принципе снегоходный спорт в нашей стране не так уж и развит. Соревнования в этом году включают пять дисциплин. Это детский кросс, детские кантри, «Суперкросс», «Кантри-кросс» и биатлон на снегоходах, который был продемонстрирован зрителям во второй раз. Во-первых, эти соревнования являются любительскими, традиционными. То есть здесь участвуют все, кто просто, как мы с вами на снегоходах. У нас есть несколько классов. Это помимо взрослых мужчин, есть класс девушки, которые также участвуют в соревнованиях. У нас есть класс детский, несколько классов, в зависимости от возраста, от 5 до 12 лет, детишки тоже принимают участие и уже сегодня катались. В Снежной гвардии работает школа юного снегоходчика, где каждый желающий ребёнок может попробовать себя в этом виде спорта. Для гостей организовали развлекательную программу. Дети облюбовали большую горку, ватрушки для катания можно было взять бесплатно. На спортивный праздник пригласили лучников из Пушкинского военно-исторического клуба «Служивый», которые демонстрировали стрельбу из разных видов средневекового оружия. На Снежной гвардии было разыграно 27 комплектов наград. К сожалению, не обошлось на соревнованиях и без ЧП. Во время заезда один из участников гонки не справился с управлением и въехал на снегоходе в зрителей. Пострадали два человека. Женщины с переломом ноги и травмой головы незамедлительно получили медицинскую помощь.